Канал Новороссия, подразделение легендарного Матаровы. Геннадий, к сожалению, приболел, он сейчас не может здесь присутствовать, но мы продолжаем свое дело. И сегодня мы берем интервью, которое давно запланировали, интервью с матросом, которого вы уже знаете. Матрос был ранен в аэропорту. Расскажи, пожалуйста, что там было в последнем бою? Ну, так получилось. Скорее всего, у укропов была ротация. Они перемещались по взлетке, начиная от монастыря. Мы их сопровождали, и они как бы вышли на гостиницу, стали видны. Мы по ним открыли огонь. Ну, так получилось. Сбоку, с нового терминала, я работал с РГС, какая-то шарная пуля залетела, ну и сквозное ранение. Что хочу сказать. Я руководил, ну как бы, был командиром одного из объектов, укрепрайонов, или как сказать, пунктов. В моем подразделении, уверенно мне, воевали бойцы-ополченцы с разных подразделений. Были ребята из группы ГИВИ, были оплутовцы. Что понравилось, ну, как бы, я хотел бы отметить, дух боевого товарищества. Неважно, из какого ты подразделения, какие у тебя там взгляды, ребята хотели воевать, воевали, взаимовыручка полнейшая. Очень понравилось и то, что, ну, допустим, много молодых ребят в оплоте, ну, некоторые из них не обстрелены. Ну, допустим, группы ГИВИ, он был у меня такой боец, профессор, он их обучал там стрелять из гранатомета. Как бы, все бойцы стреляли там с подствольных гранатометов, с АГС, с УТЕСа, то есть, с мух стреляли, со шмелей. Получилось так, что, допустим, весь коллектив небольшой, да, ну, который у меня был, он, ну, как бы, набрался навыков работы со всеми видами оружия. Ну, и все это бойцы, которые, ну, их обучали бойцы, которые прошли Славянск, которые уже по полгода воюют. Хотелось бы отметить ребят, ну, таких, как профессор, охотник, белый с группы ГИВИ, оплотовцы, командир роты РЫБА, командир роты ГРАД. Ну, особенно мне, как бы, по сердцу пришла рота Лешева. Такие ребята, как Байкал, Гарный, Блочка, они, кстати, и сейчас воюют. Ну, это ребята, ребята вообще, ну, с кем я воевал, со всеми вместе, оплотовцы делали ротации там. Хотел бы сказать, с ними не страшно пойти в разведку, люди надежные. И, ну, еще хотел бы отметить, как бы по Тарасу Бульге, ну, боевое товариство, ну, там было боевое товарищество. Ну, это очень ценно в армии ДНР, я считаю, очень важно. Хочу, допустим, от этого всего, я хочу освободить свою родину полностью, свой Донбасс. Живу этим, быстро тут лечусь, дальше в бой. Мечта пройтись победным маршем по городу Славянску и по Николаевке. Николаевка до сих пор стоит перед глазами, как за 4 часа, процветающий поселок, укропы, просто раскатали в хлам. Люди гибли подъездами, ну, простить не могу, никогда не забуду, блин. Отомщу, вщу и буду мстить дальше. И победным маршем пройдусь по Славянску. Вот мои такие основные желания. Отношение к укропам, ну, по-моему, это люди-мутанты, мутанты славянского мира, то есть славяне-мутанты. Что делает неизбежным нашу победу? Что делает нашу победу неизбежным? Желание людей, которые взяли в руки оружие, бороться с этими укромутантами. Ну, брал в плен укропов. Поговоришь, вроде бы нормальный человек, да? Ну, почему они разрушают наши города, убивают наших, ну, женщин, детей? Не пойму, ответа не нахожу. Мы сделали свой выбор еще в мае, мы будем жить от вас отдельно. Вы задолбали. Сказал бы, грубее. Ну, блядь, ну, не могу. Все-таки. Матрос, сейчас вот все свидетельствуют о том, что вот мы плавно идем к миру. То есть, возможно, что война в ближайшее время будет закончена. Я не думаю, укропы сами же разорвут условия этого мира, им надо все. Я уже как-то говорил в каком-то из интервью, что долго общался с жителями Западной Украины. Отличие от нас. Мы допускаем другого мнения. А они, ну, наверное, из-за своего врожденного рагулизма, да, мутантизма, они не способны, ну, слышать какое-то чужое, другое мнение. Или дать, ну, возможность, чтобы люди жили по-другому, не так, как они. Це мое. Украина – це ихняя. Она не наша общая, а це ихняя. Поэтому, я думаю, война не закончится. И не мы, ну, прервем какие-то там мирные соглашения, мирные переговоры. Они будут их инициаторами. И их ждет, конечно же, возмездие. А вот твои личные планы, когда вот война все-таки закончится? Она же все-таки закончится. У меня дочка маленькая заканчивает школу, нужно учиться. Пойду работать, зарабатывать деньги, как бы помочь ей дать старт в этой жизни. Вот такое мнение, ну, такое желание. Связывать себя с какими-то силовыми структурами, как многие говорят, ну, не собираясь, в принципе, заставило взять в руки оружие только одно. Вот это издевательство над личностью, да, издевательство над людьми в Одессе. Ну, просто меня это взорвало мозг. Ну, как так, с такими людьми, как можно вместе жить, их надо просто гасить. Ну, поэтому... После того, как закончится война, каким образом ты видишь их будущее, вот как управленец? Я думаю, честно говоря, ну, как личность свободна, каждый выбирает, что он хочет. Я думаю, что им дадут возможность как-то себя проявить в каких-то силовых контролирующих органах и прочее, прочее, прочее. Как вариант помощи полиции? Помощи полиции, ну, это что-то, как бы, такоморфно. Что значит помощь полиции? Либо полиция, либо, ну, не дружинникам же ходить безоружным. Ну, а вообще, ну, как бы, ну, это мое личное мнение. Я считаю, что всем ополчинам, ну, свободу после войны в ДНР должна быть, хотя бы для ополчинцев, тех, кто с оружием в руках защищали свои землю, свобода ношения оружия. Они заработали это оправо, никого не там, левых не поубивали, били только врага. Я считаю, что они имеют полное право, ну, остаться с оружием. Ну, я не категоричен, ну, это, в принципе, и не важно. Ну, я считаю, это свободные люди, да, которые за свою свободу... Этого достойно? Да, этого достойно. Спасибо. Спасибо.